В лаборатории изотопной геохимии Британской геологической службы, где воздух пропитан стерильной прохладой, а ровное, почти гипнотическое гудение масс спектрометров напоминает дыхание огромного спящего зверя, на металлическом столе лежит крошечный, обугленный, пористый фрагмент человеческой кости, меньше ногтя большого пальца, но несущий в себе историю длиной в пять тысячелетий. Долгие десятилетия подобные фрагменты, собранные археологами в меловой почве Стоунхенджа, считались чем-то незначительным, немым свидетельством давно погребенных местных жителей, жителей окрестных поселений, которые, как полагали ученые прошлого века, жили и умирали в тени грандиозного каменного круга. Эти люди казались незаметными статистами в большом доисторическом действии, частью фона, не более того. Но сегодня ситуация изменилась. Теперь этот фрагмент кости, крошечный и хрупкий, способен рассказать историю, которую невозможно было услышать раньше — историю, закодированную в атомах. Лазер с минимальным импульсом испаряет микроскопическую долю поверхности кости, частица превращается в облако ионов, которая, словно миниатюрная процессия из далекого прошлого, движется по вакуумной трубке. Сильный магнит отклоняет их траектории, разделяя элементы как дирижер-оркестр. Компьютер выводит на экран график, резкий пик спектра, сигнатуру стронция. Это не просто химическая кривая, а паспорт человека, документ детства, географическая биография, записанная в минералах костной ткани. И этот паспорт опровергает всё, что десятилетиями считалось очевидным. Он не принадлежит меловым холмам Уэссекса. Он указывает на влажные земли, напитанные дождями, на древние вулканические породы, на западное побережье острова, на регион за 250 километров от Солсберийской равнины. Человек, которому принадлежала эта кость, был чужаком, пришельцем, странником, паломником. И это не единичный случай. Чем больше образцов исследовали, тем отчётливее становилось. Стоунхендж был центром притяжения для людей со всей Британии. Это открытие стало тем самым ударом, который обрушил тщательно выстроенную теорию, державшуюся полтора века. Согласно прежнему представлению, строители Стоунхенджа были оседлым сообществом земледельцев Уэссекса, консервативных, привязанных к земле, живших в пределах своих холмов и речных долин. Сарсеновые трелиты, гигантские каменные арки, формирующие узнаваемый силуэт Стоунхенджа, происходят из района Мальборо-Даунс, всего в 30 километрах к северу. Это казалось убедительным. Такой подвиг требует труда сотен людей, катков, брёвен, пеньковых канатов, но в рамках регионального племенного союза он выглядел возможным. Голубые камни из Уэльса, пусть и загадочные, всё же вписывались в картину внутреннего, пусть и сложного, обмена между западными и южными племенами Британии. Астрономическая ориентация Стоунхенджа на восход солнца в день летнего солнцестояния и на закат в день зимнего лишь укрепляла мысль. Это был календарь земледельцев, обсерватория, ритуальный, но региональный инструмент, необходимый для жизни местной общины. Курганы вокруг, следы поселений, всё подталкивало к мысли, что Стоунхендж — венец локальной культуры. Но новая эпоха научных методов изменила всё. Кремированные кости, считавшиеся практически бесполезными, внезапно стали бесценным источником информации. Для древних людей огонь был не уничтожением, а переходом, освобождением духа, но для археологов долгие годы он был врагом, который превращал останки в хрупкий хаос. Но изотопный анализ Стронце позволил этим останкам говорить. Когда профессор Кристоф Сноук впервые проанализировал Стронцей в 25 кремированных фрагментах из «Лунок Обри», он ожидал увидеть подтверждение привычной версии, но увидел противоположное. 10-40% людей были не из Уэссекса. Они родились и выросли в западных регионах, там, где вулканические породы давали совершенно иную сигнатуру Стронце. Некоторые сигнатуры совпадали настолько точно, что их можно было связать с конкретными холмами Преселий, теми самыми, откуда позже были добыты голубые камни. Это означало, в Стоунхендже хоронили людей со всей Британии. Это был не местный храм, а общенациональный пантеон — место, куда стремились люди издалека, чтобы быть погребенными рядом со священным центром. Это означало, что культ, связанный со Стоунхенджем, охватывал весь остров. И это была лишь первая трещина. Следующая пришла из анализа костей животных, найденных на территории Даррингтон-Уоллс, огромного ритуального комплекса неподалеку от Стоунхенджа. Оказалось, что тысячи свиней, чьи кости лежали здесь, были выращены в самых разных уголках Британии — от Шотландии до Уэльса. Свиней гнать так далеко ради торговли бессмысленно. Значит, люди из всех регионов приходили сюда сами и приводили свой скот как жертву. Их путь был паломничеством. Пиршества могли достигать грандиозных масштабов, четыре тысячи животных за один сезон, события, собиравшие тысячи людей. Солсберийская равнина становилась не просто храмом, а центром массовых собраний, фестивалей, объединяющих племена. Но самая ошеломительная волна открытий ждала под землей. На протяжении долгого времени археологи знали лишь то, что видели на поверхности. Но технологии геофизики меняли картину полностью. Магнитометрия и георадар позволили сканировать Землю, создавая трехмерные модели скрытых структур. В 2009 году международная команда профессора Винсента Гафни начала проект скрытые ландшафты Стоунхенджа, методично сканируя каждый метр равнины. И Земля заговорила. Выяснилось, что Стоунхендж лишь малая часть огромного ландшафтного комплекса. Нашли десятки курганов, длинный курган с домом мертвых внутри, массивной деревянной конструкцией, возведенной задолго до Стоунхенджа. Курсусы протяжённые земляные сооружения оказались ритуальными проспектами, но главное открытие скрывалось под Даррингтон-Уоллс. Радар выявил линию из примерно 90 огромных каменных монолитов. Гигантский Суперхендж, сопоставимый по масштабу с самым крупным ритуальным сооружением Европы, но долгое время невидимый, потому что камни были повалены и намеренно погребены. А вокруг — кольцо из более чем 20 гигантских шахт диаметром 10 метров и глубиной 5 метров, образующих идеальный двухкилометровый круг. Ни оборона, ни хозяйственная система не объясняли этого масштаба. Это была ритуальная граница, физическое очертание священной территории, возможно, отделявшее мир живых от мира мёртвых. Солсберийская равнина открылась как огромный ритуальный мегаполис, тщательно организованный, продуманный, многосоставной. Но главный поворот истории ждал в Уэльсе. Голубые камни, эти странные инородные мегалиты, веками вызывали вопросы, но когда археологи нашли древние каменоломни Карн-Гедок и Крейг Рхос и Феллин, стало ясно. Камни были добыты задолго до того, как появились в Стоунхендже. Они не могли лежать без дела пять столетий. Тогда профессор Майк Паркер Пирсон выдвинул смелую гипотезу. Где-то в Уэльсе когда-то стоял предшественник Стоунхенджа. Монумент, который позже разобрали и увезли на Солсберийскую равнину. Долгое время это звучало, как фантастика, но в 2017 году на Ваун-Маун нашли посадочные ямы, идеальные по форме отпечатки отсутствующих камней. В одной из ям обнаружили уникальный пятигранный отпечаток, точно совпадающий с формой одного из голубых камней Стоунхенджа. В другой — сколы Риолита, идентичного Стоунхенджскому. Дуга яма черчивала круг диаметром 110 метров, точно как внешний ров Стоунхенджа. Астрономическая ориентация совпадала. Вход на восход Солнца в день летнего солнцестояния. Радиоуглеродные даты подтвердили. Камни вынули около трёх тысяч лет до нашей эры. Значит, люди действительно разобрали свой храм, переместили его на 250 километров и воздвигли заново. Это был миграционный акт невиданного масштаба. Вместе с камнями люди перенесли свою священную географию, идентичность и культурный центр. Возникает вопрос — зачем? Возможны три основные версии. Экологическая. Климат становился холоднее и влажнее, что могло привести к неурожаям в гористой местности Уэльса. Переселение в более плодородный Уэссекс было бы логичным. Но зачем брать с собой камни весом в несколько тонн? Военная версия. Народ мог быть вытеснен более сильными соседями и забрал свой храм, чтобы он не достался врагам. Но археология не обнаружила следов разрушений. Самое правдоподобное — политика идеологическая, перенос святыни как акт объединения. Если Уэссекс уже был местом ритуальных встреч, перенос храма из Уэльса превращал его в общий центр. Люди приносили любимую святыню одной культуры в пространство, где могли собираться все. Голубые камни стали ядром объединения, символом общего наследия. Вокруг них вырос Сарсеновый Стоунхендж, ставший итогом коллективного проекта, объединившего весь остров. И всё же остаются вопросы. Как именно перевозили камни? По морю или по суше? Какие технологии использовали? Что стало с переселенцами из Уэльса? Сохраняли ли они свою идентичность или растворились среди местных? Было ли объединение мирным? И самое интригующее — сколько ещё древних святилищ могли быть перенесены подобным образом, скрывая под легендами реальные миграции и объединения. Мы начали с крошечного фрагмента кости, но он привёл нас к пониманию. Стоунхендж — это история не о камнях, а о людях, о связях, охватывающих весь остров, о желании сохранить память, веру и культурное единство, даже если для этого нужно нести четырёхтонные камни на сотни километров. И теперь вопрос остаётся открытым. Что, по вашему мнению, заставило народ Уэльса перенести свой храм? Экологическая катастрофа, вооружённый конфликт или продуманная политическая стратегия? И, главное, почему мы так долго недооценивали способности тех, кто жил задолго до нас? Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.